всем здравствуйте рада вас видеть снова на своем канале сегодня мы с вами будем делать философский расклад который предложила ксения таких раскладов ближайшее время время будет несколько расклад на одну позицию задача его просто посмотреть и немножечко задуматься да если кому это будет интересно и просто посмотреть что на картах таро можно смотреть не только запросы обыденные да но и достаточно философские я люблю такие так как бы так микрофончик поставить чтобы слышно чтобы стабильно стоял так что поставлю у нас будет достаточно много вопросов вот поэтому и на одну позицию наверно расклад будет большой сразу скажу вот поэтому если смотрите по утрам заваривать и себе что-нибудь такого вкусненького что там пьете вот и устраивайтесь поудобнее хочу поблагодарить также татьяну соколову с которой которая помогла мне создание вопросов к этому раскладу скорее всего вопросы придуманы ей потому что у меня был такой достаточно суматошный день у меня не было времени сесть и задуматься немножко о том чтобы я хотела вот за что я ей благодарна в telegram канале канале в нашем чате татьяна поделилась вопросами ну что готовы и так давайте приступим позициях позициях первый вопрос а вот а я сказал а какой расклад куда движется мир не сказал так первый вопрос движется ли он вообще до развивается ли наша цивилизация куда-то к чему-то вообще если какое-то движение все идет по справедливости да все идет по справедливости все движется так как и должно быть на контексте эволюции движется ну да да идут перемены идет движение причем знаете такое вот ощущение что мы действительно идем исполняем скорее всего какое-то свое предназначение да то есть какой по какой-то определенной траектории приписаны прописанной уже судьбой и это касается всей нашей цивилизации крайне мере эти арканы это указывают да то есть мы идем по каким-то не совсем земным законам да то есть по тем законам на которые по сути повлиять мы не можем здесь уже выстроена некая такая определенная траектория нашего движения а к чему мы движемся каждый движется по своей определенной по своему определенному вектору прописанного душе то есть здесь одновременно идут несколько таких параллельных процессов да то есть каждая душа чела человеческая душа развивается в своем направлении при этом она вписывается вот в один в общий такой поток развития однозначно движение есть и однозначно куда-то куда-то ведут так чему же нас ведут конкретно к чему ведут хотелось бы сказать что знаете вот каким-то образом искупление нашей души вот прям очень хотелось бы сказать в контексте аркана повешенного на можно трактовать двояко с одной стороны аркан повешенного и пятерку педакли можно трактовать так что мы идем по сути ко дну то есть пятерка педакли говорит у нас в утратах говорит о кризисах которые переживает человек о лишениях аркан повешенного говорит о некой такой жертвоприношения на ником таком жертвоприношении можно было сказать что мы идем ну прорабатывая да вот какой-то свой кризис причем вот я вижу как раз таки в в органе и повешенного поскольку он ассоциируется с распятием христа краски видится мне эра рыб и возможно здесь вот как раз таки то что мы находимся в переходе до от от эры рыб к эре водолея вот и скорее всего этот переходный этап он идет вот именно через эти кризисные моменты с одной стороны то здесь эти арканы вот именно в таком сочетании и в контексте данного вопроса можно читать многогранно то есть здесь не будет однозначного ответа кто-то наоборот должен будет упасть на самое дно в пятерки педакли в контексте прохождения урока именно без духовности но не для того чтобы как как это сказать для того чтобы разрушиться с одной стороны да здесь есть разрушение потому что все пятерки у нас несут марсианскую энергию здесь данном случае должно произойти разрушение нашего материального мира в контексте духовности в контексте развития то есть вот для того чтобы знаете когда человек начинает вставать на тропу познания себя то изначально да он не знает он не может предположить с чем он столкнется и по сути мудрость человека и вот все эти философские вопросы начинаются с того момента когда он теряет надежду когда помимо даже еще надежда он теряет абсолютно все вот когда человек уже все утратил в этой жизни тогда он задается вопросами как раз таки того что а что я имею да то есть философскими вопросами смысле жизни но есть когда человек очень много утратил не не обязательно все но очень многое утратил своей жизни в данном случае утратил свои иллюзии утратил то во что он верил тогда начинаются начиная всплывать вот эти вот философские вопросы в контексте а для чего а зачем а почему а как так далее то здесь как будто бы знаете такая вот такой вектор скорее всего это не прямая как можно было бы до предположить по диагонали до динамическое какое-то развитие а здесь скорее всего волнообразное какое-то развитие да когда человека либо цивилизация она то падает вниз на то поднимается наверх то падает а поднимается здесь вот предполагается что наша цивилизация должна будет принести жертву свою бездуховность на для того чтобы дальше мы двигались то есть разрушить следующий аркан после пятерки так ли у нас шестерка педакли это выравнивание выравниванием и гармония красота материального мира но не в контексте поклонения материи а в контексте и и одухотворения и вот здесь скорее всего наивысшая точка по органу повешенного это как раз таки пересмотры вот этих вот иллюзий в контексте вопроса материального то есть что есть на самом деле материя но это такой достаточно болезненный урок до через утраты что что мы здесь должны будем утратить семерку мечей до хитрость то есть мы почему ты хочешь сказать коррупции не знаю почему но здесь в любом случае мы не должны будем идти путем обманов до путем вот какой-то корысти своей собственной выгоды да и как алчности эгоистичных каких-то моментов здесь вот это все должно претерпеть изменения и семерка мечей у нас помимо вторичной выгоды она всегда говорит о том что если выпадает на сигнификатор человека то это человек который который имеет интеллектуальный такой достаточно высокий уровень то есть это новаторы по своей по своей сути люди которые смотрят вперед и они могут подходить либо находить подходы инновационные к решению задачи но в силу того что они не хотят идти в новое они идут хотят получить новый результат но старыми какими-то способами старым каким-то методом избегая убегая от себя избегая решения каких-то задач надежды на то что кто-то другой возьмет ответственность за решение этой задачи но в потенциале люди по семерке мечей это как правило люди которые умеют мыслить по-другому люди которые умеют мыслить иначе что в принципе и в некоторой степени заложено в аркане повешено только повешенной повешено мы делаем просто пересмотр до смотрим а здесь еще происходит и интеллектуальные какие-то процессы да то есть анализ ситуации не просто мы ее рассматриваем разные варианты мы делаем еще анализ делаем выводы и смотрим то как мы это можем решить то есть здесь как подсказка нужно по-другому решать нужно по-другому смотреть на на вещи иметь какой-то другой подход да но в семерке мечей присутствует все равно некий такой страх нежелание двигаться дальше нежелание идти в новое но все же к чему же мы движемся ну к будущему мы движемся по королю жезлов движемся в своем развитии да по крайней мере достаточно такой высокий уровень нас ожидает позитивный жезлы у нас всегда говорят о позитиве и говорят всегда о развитии и в данном случае вот именно духовное развитие нам показывают не мечи она показывают жезлы и король жезлов это вот как наивысшая ступень того к чему мы можем прийти в своем развитии а именно умение писать самостоятельно свою судьбу да то есть здесь такой высокий уровень развития но к чему мы это идем но мне кажется это вот прям такой очень большой век да это даже может быть захватит не не одно столетие потому что вопрос в принципе куда идет к чему идет наша цивилизация а какому именно развитию хочется посмотреть но здесь не не определено еще да здесь все будет зависеть от того что именно выборит выберет цивилизации в каком направлении то есть потенциале есть вот это вот наивысшая пиковая точка развития когда по сути люди будут управлять самостоятельно своей судьбой для того чтобы это произошло а здесь нужно будет очень много развиваться здесь нужно будет много работать над собой и ну там идет и баланс между тьмой и светом да и вот возвышаться в своих вибрациях и энергиях то есть это как я уже сказала не быстрый путь здесь есть веряя вероятность того что мы пойдем не в этом направлении в контексте того что что выберет да то есть нету есть как-то правильно сказать есть определенный вектор до вероятности того что вот так как мы двигаемся сейчас к чему мы должны прийти навсегда могут быть какие-то третьи левые факторы которые могут изменить поворот развития что-то может вмешаться так что будет меняться в мире при движении вот именно в позитивном ключе туда что вот мы сейчас рассмотрели не какой-то альта не какие-то альтернативы а вот именно в позитивном наилучшем своем проявлении что будет меняться в мире про при движении опять же аркана чем не когда можно двояко считать да с одной стороны люди станут более духовные так как будут закрываться и уединяться для того чтобы каждый нашел вот эту вот свою путеводную звезду самостоятельно да для того чтобы люди начали немножко задумываться о своей жизни а с другой стороны это можно читать о том что мы мы движемся а вот какому-то такому отстранению да то есть не к единству где один помогает другому а скорее всего к уединению к отшельничеству своего рода когда люди будут отстраняться и в принципе мы это видим уже сейчас то есть при всей видимой картинке интернета объединение независимо от расстояния и взглядов людей казалось бы что да вот возможность нам объединиться всем людям с помощью допустим интернета и общения но вместо этого мы получаем противоположный эффект когда наоборот мы понимаем что информации настолько много что идет уже процесс пресыщения и хочется как-то отдалиться закрыться уединиться потому что вместе с информацией проявляются достаточно эгоистичные по пятерке пендакли вот эти вот моменты лицемерия нечестности использование одного другим и скорее всего воссоздания для себя кумира в контексте материи и немножечко на второй план идет духовность но это опять же таки это какие-то процессы в контексте уроков это все будет претерпевать изменения так смотрим дальше что будет уходить совсем либо исчезать что будет уходить совсем либо исчезать интересно все не такой расклад знаете когда нету четкого ответа а есть ответы и дуальные почему потому что двойка мечей с одной стороны она может говорить о том что есть какие-то сомнения есть вот это вот дуальность да в нашей голове когда всегда присутствует две точки зрения и человек очень сложно сфокусироваться сконцентрироваться на одной для того чтобы ее выбрать да то есть определиться с другой стороны двойка мечи у нас всегда говорит концентрация концентрация на чем на тройке жезлов на развитие то есть что будет уходить совсем либо исчезать я не думаю что будет уходить дуальность и вот всевозможные сомнения а скорее всего именно фокус на развитие мне ощущение того что в какой-то момент мы должны достичь вот этой критической точки пятерки педаклей когда мир будет вот очень напоминать хочет сказать содому гомору да где есть ну некая такая бездуховность то есть нежелание людей куда-то развиваться да к чему-то почему потому что настолько будет большой ассортимент всего в этом мире что какое-то внутреннее стремление к развитию к достижению познанию чего-то она будет притуплено то есть в обществе в котором есть сытом обществе до в котором есть абсолютно все людям не к чему стремиться на почему потому что но все абсолютно есть только когда человек голоден в некоторой степени голоден до знания голоден до развития у него есть мечта у него есть то к чему ему нужно будет стремиться кстати закрытие да и нежелание общения все чаще и чаще я встречаю на просторах да и вы много раз пишите о том что меня не понимают мне не интересно ни с кем общаться да то есть мне проще закрыться потому что но нет желания открываться нету желания доверять другим людям поэтому я склоняюсь к тому что будет уходить концентрация на на желание как-то вот развиваться куда-то дальше двигаться чего-то достигать ну и одновременно будет уходить какая-то вот найти неуверенности в людях то есть люди при всей своей неуверенности и сомнительном каком-то развитие да то есть не понимание того куда мы движемся для чего и так далее при всем при этом люди будут ощущать себя как-то более увереннее что ли будут двигаться немножко по другой другом формате это нельзя рассчитывать как некое такое знаете хамство что ли наоборот это вот своего рода уверенность в себе на грани какого-то такого безумия то есть люди будут двигаться вперед и будет может быть даже уходить я не знаю как вам объяснить вот эту вот уверенность в себе то есть даже те люди которые принципе ничего не знаю да ничего из себя не представляют они все равно будете оппозиционировать знаете таким человеком что я есть силы да я я вот вот я вот это вот я она будет очень сильно проявляться и постепенно постепенно будет угасать вместе с неуверенностью вот какая-то такая искра того то что я принципе сказала искра что-то познать искра что-то открыть для себя что-то поисследовать ну вот люди будут жить не знаю не то чтобы как зомби но без без какого-то огонька в сердце без какого-то света вот мне так почему-то кажется что будет терять актуальность что будет терять актуальность ожидания ожидания почему потому что ритмы будут достаточно скоростные вот и у людей не будет терпения до что-то там ожидать что-то хочу хочу сразу на потому что захожу там на любой сайт заказываю и она в мгновение о как говорится должно проявиться будет терять актуальность ожидания какого-то результата а вот почему здесь будут какие-то изменения в нашем сознании происходить то есть старый она будет как-то отживать старый вот именно в контексте рыцаря педакли в контексте вот какого-то трудолюбия что ли хочется сказать в контексте не знаю понимание терпения вот терпение у людей как будто бы как качество она будет иссякать себя и жевать себя почему потому что будет появляться какая-то жадность алчность а я хочу и хочу это сейчас плюс ко всему еще время ощущение времени скорее всего достаточно таких скоростных моментов нужно будет везде успевать и поэтому вот вопросы времени и ожидания будет считаться какой-то вот я не знаю изобилие богатство что ли такое ощущение что вот все куда-то торопится что-то что-то спешат какая-то вот непонятная суматоха суета и просто отклик на просьбу о том что подождать человек выиграть мне некогда да то есть вот я я тороплюсь хочется спросить куда все будут торопиться не знаю какая-то внутренняя борьба здесь идет до дарь борьба кому-то что-то доказать что-то получить кого-то завоевать такие марсианские достаточно энергии сложный период сложный период я не то чтобы как-то пессимистически это вижу либо оптимистически здесь ощущение по энергиям таким что вот все что мы будем проживать так оно и должно быть да потому что ну такой вот как-то вот таким путем будет здесь развитие но у меня ощущение от этого расклада что будут достаточно большие перемены в развитии цивилизации опять же так это не означает ближайший год 35 а я почему-то вижу вот это вот в контексте столетия и ни одного то есть вот такое чувство знаете раскола будут люди и причем какая-то некая многогранность мне многоуровневость людей да то есть будут люди и закрыты как отшельники до которые хочется сказать пережитки времени которые еще помнят что-то о своем развитии духовности к чему-то стремятся но большая масса людей такое ощущение что они будут как жить как-то вот по-новому времени которая немножко в контексте ценности она идет в противовес прошлым векам то есть как будто бы будут утрачиваться какие-то моменты и ценности которые были присущи людям например там я не знаю в двадцатом веке да даже и в нашем веке еще в самом начале то есть здесь все будет претерпевать кардинальные изменения здесь не не такие что вот ну чуть-чуть что-то там изменяется а в обществе а вот прям общество оно как будто бы новое она будет диктовать какие-то свои новые не знаю идеалы новые понятия в ценностях но здесь будет очень много вот какой-то такой воинственной марсианской энергии при том что это вот переход от эры рыбы к эры водолея 10 как с одной стороны знаете открываются какие-то горизонты до когда ну человек может достичь абсолютно всего из-за короткий период времени это ощущается не здесь будет всего зависеть как раз таки от ценностей и здесь я к сожалению опять же таки по энергиям вижу что нету вот это вот общинасти семейности что здесь как будто бы вот какой-то каждый сам за себя то есть даже дети которые рождаются в семье да они все равно у них вот ярко выражено понятие личности да вот я личность я сам по себе да я никому не принадлежу я никому ничего не должен вот что-то такое ярко может быть для людей более старшего поколения это будет казаться как-то эгоистичным но ощущение того что здесь показывается все как вот как будто бы так правильно да то есть это не эгостично это вот какое-то новое видение человечество вот какие-то но новые правила новые новшества для более взрослого поколения будет казаться как нонсенс ну типа куда мы катимся а для нового поколения это будет достаточно естественно понятно почему потому что вот это вот ярко выраженная я но опять же таки это не только в контексте эгоизма не могу сказать что здесь люди будут эгоистичны здесь просто каждый будет сам за себя и я не могу это описать но у меня такое ощущение что вы знаете как вавилонской башни так когда разрушилась башня и появились народы говорящие на разных языках и они не могут договориться вот что-то такое у меня здесь происходит то есть каждый народ он вроде бы настолько индивидуальный настолько несет в себе свою какую-то вот личность культуру свою особенность что ущемлять себя во благо того чтобы как-то договориться с другим вот нету то есть вот здесь очень ярко будет выражена вот это вот то есть я настолько личность каждый будет говорить что я не хочу себя в чем-то ущемлять то есть либо ты меня принимаешь либо нет вот здесь какая-то такая категоричность и воинственность но вот за этим вот как будто бы скрывается какое-то одиночество данного как будто бы вот это вот одиночество это является нормой что-то здесь такое идет следующий вопрос что будет выходить на первый план аркан звезды ну вот у каждого будет свой путь на то есть на первый план я говорю здесь не будет то что допустим мы видели ну например да в бывшем ссср когда были какие-то там я не знаю коллективные коллективные понятия здесь вот все идет именно индивидуальном уровне то есть каждая развивается так как он хочет у каждого свой какой-то замысел такое ощущение что вот все как будто бы параллельно друг другу развиваются они просто находятся вот в одной в одном слое временном но при этом каждый развивается по-своему и вот будет выходить опять же таки некая такая отдаленность да смотрите как у нас звезда выпала рядом с отшельником некая такая холодность но опять же таки я не могу сказать негативном ключе что это вот прям так плохо да и каждый вот чисто эгоистично думает о себе здесь не об этом здесь просто каждый будет внутри себя как будто бы ощущать что вот у него есть какой-то свой путь и ему не нужно подстраиваться что-либо других ему нужно идти своей дорогой это вот будет очень ярко вот этот индивидуализм выраженный и некая такая холодность у меня есть где-то в записи расклад для спонсоров как разки вот папа по поводу эры водолея да то есть насколько люди будут не эмоциональны потом вот этот вот момент затронут кому интересно да все спонсорские расклады они в записи и они продаются каждый в отдельности за 400 рублей если вам интересно переходите по ссылке до под этим видео мои услуги и прокрутите документ самый низ там написанные темы спонсорских раскладов да кому интересно можете приобрести посмотреть что я там говорил вот это вот очень такое вот знаете напоминает без без эмоциональность то есть опять же таки обвинить каким-то образом вот какое-то вот будущее поколение да опять же таки это не обязательно те которые рождаются сейчас возможно это будет намного позже но мы же рассматриваем в контексте куда движется цивилизация куда катится мир как как говорите люди будут менее эмоциональные и более как-то логично что ли вот сконцентрированы присущие какой-то холодный разум рассудок вот что-то здесь такое есть очень много холодности и не выразительности то есть мне кажется что вот по энергиям умение выражать любовь и но вот будет даже не вербально а если будет вот как-то по-другому то есть здесь здесь вообще как как как-то не совсем но вот мне по энергии мне совсем комфортно потому что я не но вот по ощущениями я не понимаю то есть у меня нет такой парадигмы как так можно жить они потому что я осуждаю а потому что ну в моей там моем таком коллективном сознании также как и у вас нету такой парадигмы то есть как будут жить люди без без эмоционально но это нельзя нельзя будет назвать что люди не эмоциональны а это вот какой-то вот свой способ выражения вот как то так вот как например сейчас да люди выражают свои эмоции через смайлики да то есть ставят смайлики там понятно типа радуются не радуются но они словесно об этом не говоря если это в переписке вот что-то такое здесь будет на первый план будет выходить давайте еще посмотрю что еще будет хоть на первый план десятка кубка вы то что я говорила да про эмоциональность какой-то здесь пиковое состояние будет на пиковое состояние девятки пендагли индивидуальности то есть скорее всего будет претерпевать понятия а это не десятка это шестерка кубков до шестерка кубков возможно будет даже еще какая-то и ностальгия о прошлом чтобы выходить на первый план индивидуальность да то есть не такое ощущение что здесь понятие 7 тоже будет претерпевать какие-то изменения то есть ну если исключить да то что сейчас очень модно контексте лгбт сообществе про это не хочу говорить но понятие традиционной семьи той которой мы привыкли она будет меняться и понятие родитель вот в традиционном понимании она тоже будет как будто бы и видоизменяться такое ощущение что вы знаете как будто бы общество воспитывает я не знаю как но здесь ну вот как интернат что-то такое здесь идет поэтому какая-то вот такая эмоциональная холодность присутствует и будет некая такая ностальгия а а прошлых был их теплых человеческих отношениях что важно будет для людей в ближайшие три года давайте посмотрим шестерка жезлов удовлетворение своих амбиций и желаний желание жить такое знаете в социуме комфортно удобном да где я ощущаю себя уверенным и получают то что я хочу то есть реализация здесь каких-то своих желаний и очень яркое проявление солнцу не то есть вот это с одной стороны некая такая показуха да вот кто я посмотри да какой я классный с другой стороны желание покрыть все свои потребности вот прям все что есть я говорила да вот этот вот контексте отсутствие терпения и желание реализовать реализовать то что я хочу здесь и сейчас сразу без без того что удаешь себе время на то чтобы это проявилось это случилось в ближайшее время очень ярко будет выражено вот это вот то как я проявляюсь в социуме почему потому что шестерка жезлов да на древе жизни у нас находится сфере тиферит а это непосредственно солнечное сплетение солнечное сплетение то нас проявление в социуме то есть сила власть и яркость жизни это будет занимать большое время до ближайшие ближайшие годы еще что будет важно для людей ну открытие до технологии информация по пажу мечей до ответы на вопросы все что связано с с информацией здесь опять же так что будет важно желание идти в новое в какое новое я не знаю да вот но и при этом вот желание какой-то легкости не углубляться не искать ничего может быть даже и безответственности в контексте построения отношений опять-таки без каких-либо обязательств это должно быть ну то есть будет очень легкая смена партнеров если с этим человеком становится трудно то есть это не не то время когда было в прошлые годы да когда там наши бабушки дедушки могли пройти вместе да было трудно было сложно там может быть даже не по любви но при этом вот браки как-то одержали сейчас не будет такого сейчас будет все достаточно легко мне с тобой хорошо значит мы с тобой вместе если мне не становится легко да то мы расстаемся то есть вот такие вот моменты все что связано с некой такой легкостью и на первый план будет выходить преодолевание каких-то своих страхов то есть люди будут казаться что они какие-то безумные и бесстрашные будет очень много таких случаев когда человек действительно теряет свой рассудок и ведет себя неадекватно в контексте риска до подвергает себя какому-то риску в надежде на то что но есть на он как будто бы супермен да то есть не бесстрашные какой-то здесь какое-то безрассудство действительно и очень много необоснованных рисков будет и здесь не говорится только о молодом поколении что им свойственно в принципе в силу своего возраста а здесь скорее всего речь пойдет о в общей об общей такой тенденции то есть люди будут очень часто рисковать то есть даже те которым это было не свойственно общий какой-то такой знаете праздник ощущение праздника и легкости что еще будет важно для людей ну вот я говорил уже до отстаивать отстаивать с одной стороны закрываться больше некая такая замкнутость с другой стороны отстаивать отстаивать свою точку зрения свою какую-то позицию и при этом не боясь что что-то в этом может разрушиться то есть я говорю с одной стороны это хорошо опять же таки дуальность все зависит от того как человек либо как общество будет это расценивать потому что башня она нам всегда говорит что идет и разрушение того что уже отжила до в силу времени в силу того что ну уже опыт приобретен и не нужно то есть башня на это процесс очищения очень резкий болезненный процесс очищения в нашем сознании идет очищение разрушения шаблонов которых и убеждение которым привык к человек отсюда эта болезненность потому что она подкашивает она забирает идет разрушение до основана убирает почву из под ног и это будет происходить по семерке жезлов до когда человек будет отстаивать свою точку зрения не опять же таки не боясь того что что-то может разрушиться то есть здесь вот контексте взаимоотношений будет выстраиваться почему я на это акцент делаю потому что вот такая энергия здесь до взаимоотношения не в контексте только любви а вообще взаимоотношения людей между собой то есть люди будет легче отказываться друг от друга больше доказывать какую-то свою правоту что будет разрушаться ну во первых будут разрушаться страхи люди более проще будут искать какие-то смыслы в жизни касательно своей индивидуальности то есть они будут ставить себя на первое место то что я и говорила да но это вот из эгоистичность что если допустим ну были раньше такие понятия то что надо помогать родителям там уважать сейчас в первую очередь человек будет ставить себя на первое место и будет делать то что он хочет то есть если дальше например могли родители как-то повлиять на ребенка и выбрать для него профессию более выгодную с их точки зрения да то сейчас выбор будет исключительно за детьми они будут отставить свою точку зрения так я хочу так мне это нужно да то есть и будут как-то вот знаете свое движение идти по своей какой-то стезе но с другой стороны здесь идет разрушение разрушение сил то есть те люди которые ранее имели силу вот сейчас как будто бы они ее будут утрачивать да то есть есть возможно идет и разрушение властей и так далее есть аркан сила он говорит о непосредственно силе но и с другой точки зрения до идет разрушение и нашего тела потому что что башня указывает на наше тело да на на нашу внешнюю оболочку и аркан силы здесь как раз таки говорит о том что здесь будет действительно претерпеваться изменения в контексте скорее всего либо еды которая будет достаточно разрушительно для людей если они не будут ну нет чтобы правильно питаться а скорее всего любить себя до в первую очередь то есть очень много разрушающих факторов здесь будет либо наоборот может быть а либо параллельно может быть так что будет разрушаться любая власть любая сила то есть такое ощущение что идет вот приравниванию да что не будет каких-то сословий разных например как было ранее наоборот как будто бы идет стремление потому что вот мы все равные мы все с одинаковыми возможностями способностями потенциалом и дальше пускай развивается каждый ну как может там что то такое то есть вот любая сила она будет как будто бы нигилироваться да то есть любое проявление власти и силы одно ближайшее время краска нас выпало под шестеркой жезла да то есть все что есть в социуме какое-то продавливание она будет встречать противостояние противодействие да то есть это можно считать твоя к с одной стороны хорошо да потому что уже допустим власти не будет иметь такое такое влияние например на свой народ а с другой стороны это не факт что если уйдет это власть то та которая придет она будет намного лучше то есть это вот все полярно какое поведение мышление позволяет людям идти в ногу с миром то есть какое поведение будет им позволять знаю здесь нету какого-то конкретного поведения или мышление тройка мечей луна говорит о том что но ближайшее время вот это вот как раз ки ближайшие лет пять это точно дальше не знаю но вот здесь вот ближайшие три пять лет такое ощущение некой такой неизвестности и очень много боли причем не то что люди страдают какое-то знаете сопереживание туманность непонимания какие-то знаете сумасшедшие вот не идет прямом смысле да вот как будто бы люди ходят с ума и какая-то одна допустим категория либо тенденция волна какая-то в развитии а потом наступает другая когда тем допустим условно говоря кто сошел с ума начинают наоборот сострадать и люди становятся симпатичными и очень чувствительными потом это сменяется каким-то другим циклом то здесь очень сильно будет влиять на на поведение и мышление людей именно луна именно бессознательная то есть она настолько ярко будет выражена то есть все что будет происходить в сознаниях людей начиная от каких-то иллюзии начиная от каких-то глюков проявления экстрасенсорных способностей развития да я не знаю да да не понимание вообще того что происходит карты посыпались вот выпала как раз таки восьмерка мечей дашка я нахожусь в какой-то такой запад не очень хоть очень ярко будут выражены здесь акцент будет на психику да на психические очень ярко будут выражены психические заболевания психосоматика будет срабатывать то есть луна это что-то такое мутное не не понимание процесса да и вот все как будто будет выстраиваться новое оно неизвестно то есть нельзя сказать сто процентов вот что будет так она может развернуться как будто вы знаете вот по разному вот как у нас луна проявляется как приливы и отливы и вроде бы казалось что есть в этом какой-то ритм да есть какая-то цикличность повторность но у меня такое ощущение что вот как будто бы идут какие-то сбои вроде бы сейчас кажется что да вот пришли приливы наши должны быть отливы а тут вдруг гоп и сразу какое-то там я не знаю наводнение либо что-то такое неожиданное вообще непредсказуемо как будто бы вот не совсем неординарно себя ведут эти природные циклы но в контексте вопроса да какое поведение поможет идти в ногу именно с миром и истечением здесь как будто бы только интуитивно да что поможет интуитивно опираясь как-то на на коллективное сознание то здесь вот это вот какое-то вот хочется есть как магическое какое-то влияние идет так как некое такое зомбирование с одной стороны опять же таки это плохо потому что есть вот эти вот манипуляции влияние на сознание а с другой стороны как будто бы не будь их до человек не выживет не сможет адаптироваться то есть такое ощущение что вы знаете вот все спят и так и должно быть потому что если люди будут пробужденными до проснувшимся они не смогут пройти какой-то вот как этап до какую-то реперную точку то есть для их же благо лучше чтоб они как спали вы знаете это как в самолете да надо перелететь и смысла если ты будешь бодрствование ну то есть никакой пользы не принесешь не пилоту не самолету не ускоришь перелет поэтому идеале просто поспать проснулся и ты уже находишься в точке b вот здесь вот что-то такое мне идет как это интуитивное понимание как дальше развиваться и поэтому здесь все индивидуально будет будет ли это движение благоприятным для людей вот вот это вот по луне для какого-то общего развития до индивидуально для каждого здесь не знаю здесь индивидуально для каждого здесь каждый должен будет решать самостоятельно возможно вот в этом и есть благоприятный исход в этом движении для людей что люди должны будут научиться ответственности брать я причем знаете вот полу не это тоже до понимания кто есть рак то есть друг умение отличить иллюзию от реальности потому что следующий краски момент до следующий великий аркан после луны луны у нас солнце да как прояснение чтобы к солнцу прийти тебе нужно прийти пройти вот эту самую точку темную перед рассветом и это вот последний как будто бы этап развития души человека дальше идут такие великие арканы достаточно светлые это последний как последняя проверка последний этап здесь вот как раз таки будет зависеть от выбора каждого человека с одной стороны еще расскажу идет какое-то коллективное развитие которое ну невозможно избежать она условно говоря преднаписано предначертано каким-то образом но при этом то как каждый человек будет развиваться это вот и чисто индивидуальный момент в ногу против течения здесь вот все будет зависеть под уже уже завтра и король и императору индивидуально от каждого человека здесь скорее всего вот эту вот ответственность и будет обучаться будет обучаться каждый человек хорошо и последнего вопрос процессы которые происходят вследствие вот этих вот перемен это естественные или это чьи-то умышленные действия то что в принципе только до этого сказала есть это естественные либо этом умышленные это и то и другое то есть это и естественно опять же таки в контексте развития каждой души но вот как будто вы знаете душа она не случайно выбирает этот период да потому что она понимает что вот ее идеальное развитие познание себя именно в это время она будет самое идеальное для нее почему потому что время не спокойно и то есть вот в этом времени она сможет наилучшим образом себя как-то проявить и познать и поэтому здесь получается что естественный процесс шестерка пентакли да это индивидуальное как раз и развитие каждого человека да то есть прийти именно к балансу для себя в материальном плане то есть для души вот именно в нашем физическом мире да это вот самое идеальное время для понимания баланс что есть баланс но с точки зрения человечества является ли этого умышленным действием выпадает конечно же аэрофант который является наставником является учительным что это конечно же это но и минусовой позиции такой некий догмат который говорит что есть одна истина это только моя и я вас веду а вы за мной идете да как боже мой как с баранами да есть некий один такой пастух который ведет прекрасное животное прекрасных животных а вот именно как это место и как у них там баранов есть в каком-то конкретном направлении но при этом баран сам по себе что соответствует как раз таки императору это очень сильный и такое полевое и свободолюбивое животное и только в это уже мой слово забыла в группе да она становится мягким и покладистым но само по себе да когда она одно без общества до без своих сородичей вот баран достаточно свободолюбивый и сильное животное поэтому это одновременно и некий план развития и индивидуальная да это все продумано вот восьмерку кубков для того чтобы двигаться для того чтобы двигаться страшный путь страшный путь очень много иллюзий сейчас на данный момент но очень много такие найти критичных реперных точек болезненные конфликтные какие-то моменты моменты которые когда нужно научиться вскрывать правду до понять отличить что есть правда а что есть иллюзия вот ярком влюбленных как раз таки и говорит о том что этап этап выбора здесь знаете как будто бы людей учат учат уметь выбирать вот то что тебе по душе опять же таки если ты выберешь это не говорит о том что выбирая развитие своей души да и в некоторой степени духовной что это ну тебе будет легко жить в обществе да почему потому что на общество у него свое какое-то развитие ты либо вписываешься в него либо не вписываешься но все будет зависеть от себя то есть ты как все до идешь вот в этой в этом пастбище среди баран либо ты выбираешь какой-то вот стать свободным да вот этим вот бараном который живет своей какой-то жизни то есть здесь все будет зависеть от исключительно от каждой души и да конечно же общество и социум будет влиять на выбор будет очень много помех но здесь опять же таки в контексте смотрите аркан влюбленных о чем у нас говорит с одной стороны у нас идет некое такое индивидуальный выбор да что я должна сделать либо должен куда даже должен должна пойти но с другой стороны аркан влюбленных говорит еще и о принятии принятия и какой-то вот может быть противоположности да то есть с одной стороны я иду индивидуальным путем я выбираю да допустим свой какой-то путь духовно своего развития путь своей души с другой стороны я и принимаю то что находится в социуме то есть принимаю это значит что я соглашаюсь на то что есть и это как путь развития это не говорит о том что я согласен с ним но я принимаю что да я как то вот здесь будущее одно знаете какое-то такое вот интересное как некий образ океана то есть океан состоит из капелек воды и при этом каждая капля у него своя какая-то структура но падая в океан она сливается вот какую-то общую систему и при этом она не утрачивает своей индивидуальности это визуально кажется что вот капли слилась и и больше нету она все равно то есть океан это иллюзия очень многих вот этих вот индивидуальных капелек именно иллюзия что это все едино на самом деле это просто очень много 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 этих индивидуальных капелек они создают иллюзию единства то есть здесь вот какой какая-то такая метафора идет вот такой у меня был для вас расклад благодарю ксению за идею и татьяну за вопросы пишите свои комментарии в контексте того что вы взяли для себя на размышления не в плане того что сейчас происходит мы все это видим и вот такие знаете наверное комментарии того куда мы катимся зачем еще что-то либо там нами управляет мне кажется не будет не совсем уместно потому что но у всех есть глаза и все видят а куда и мы идем и что происходит а вот именно в контексте того наверное задуматься почему ваша конкретно душа выбрала именно это время до что она ожидает от вас то есть куда она вас ведет как вы это понимаете как вы это ощущаете внутри себя какой отклик идет именно на ваше индивидуальное развитие не на общее коллективное она ваша потому что только мы своим своим внутренним светом можем повлиять на то что есть вокруг нас не других поменять и не какие-то правила и законы поменять себя причем интересная такая метафора которую я вчера услышала хочу им ей поделиться она говорит о том что каждая клеточка нашего организма сама по себе она как некое такое звено она вроде бы не имеет никакой никакого смысла особенного да потому что ну в человеческом организме очень много клеток и казалось бы одной клеткой меньше одной больше ничего не изменится но при этом вот это вот одна клеточка может явиться причиной гангрены и ампутации того или иного там не знаю органа либо части тела то есть она эта клетка может превратиться именно в раковую и тем самым повлиять на большое количество клеток находящихся вокруг нее то есть казалось бы с одной страны мы как клетки не есть наша сила настолько велика да а с другой стороны если мы становимся скорее всего как позитивные да мы не как-то не очень-то особо можем повлиять на на целое с другой стороны будучи вот такими паразитами до клетками раковыми мы можем создать некую такую гангренную либо как правильно договориться в организме да и стать причиной того что человек может лишиться да например какой-то своей частью либо каким-то своим органам то есть все зависит от того как мы смотрим то есть с одной стороны мы вроде бы ничто а с другой стороны мы настолько важны и мы настолько имеем силу что вот все зависит от точки зрения от угла под которым мы смотрим вот такой расклад всего вам самого наилучшего до пятницы всем пока пока